ГОМЕЛЬ 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 Самая низкая ночная температура зафиксована у Василевича Хречицкого района – минус 25 градусов. У Гомеля тогда же слупок термометра к рыху не дотягнул до знаки у минус 23. Как гомельчане переносят шарговое похолодание и когда придет весна, высветляла Настасья Кучинская. Индивидуальный предприниматель Коксана Степаненко на свежем поветре працует уже два года. Ей тяжко напужать любыми умовами на дворе. У морозы под верхним оденем я шею некольки пласту одежи. У сумцы термос гараж и горбатый. Однако все летние холода, ни яна, ни яе коллеги часом не вытримливают. Вчера, допустим, я не была на работе. Ну, там, на той неделе тоже. Ну, или, допустим, на три часа даже каких-то выходим. Хотя бы к концу, когда уже люди после работы идут. У сопрационников ДПС у холоды работы на дворот больше. Автомобили часто не вытримливают морозу. Приходится ротовать и технику яе у ладальников. Помогаем иногда подтолкнуть, иногда там до заправки надо будет дотянуть автомобиль. Вот эти дни и пару недель назад, тогда это часто было. У целом на работу служба, у яких забеспечивают житядейность города, морозная на двор и уплыву не оказала. Шаго не скажешь про людей. На гэтым тыдне у городскую больницу за обмороженнями звернулися три человеки. Усяго за гэтую зиму таких потерпелых было 43. Трое пациентов находятся на лечении в ожоговом отделении. Из них двое прооперированы. Это пациент с глубокими отморожениями. Одному пациенту ампутированные пальцы на одно и стоп. Второму пациенту ампутированные ноги на уровне голени. Более часто оказываются пораженные при воздействии низких температур люди из низких социальных слоев, злоупотребляющие спиртными напитками. Кроме того, чувствительным холодовым травмам оказываются дети, старики или с хроническими заболеваниями. Синоптики кажут, селетние холоды ненадзвычайны. Ешь, чем поравнать. У лютым 1970-го года, например, зафиксовали температуру минус 36 градусов. А селетние надворы характерны для наших широт. Просто по передней зимы были занадто теплыми, и гамельшане отвыкли от морозов. Тым часом циклон Эрыка, який принес похолодание, уже отступая. У гэтый выходные синоптики прогнозуют от 3 до 8 градусов морозу в день и до 12 в ночи. Тым, хто чакая весну, прогнозы метаэролога унес падабают. Сахутка, яна не придя. Люты в этом году вельми изменливые, и, хоть за все, это было неопошнее похолодание. Настасья Кучинская, Яуген Макеенко, отель, радует компания «Гомель». У совязи с морозами у регионе узмоцнены контроль наглядальных комиссий за станом печного тепления и выполнением правилов сопротив пожарной безопасности. На особливом контроле дома уладание пенсионеров. Одинокие и состарелые люди на первом месте в группе «Рызыки». Смотрите внимательно. У вас вот тут разваливается уже печь. Видите? Это я деточка. Это же я дрова так клала, дровы толстые, зацепила, и оно все вывалилось. Зацепили и вывалилось. Попереджение надзвычайных ситуаций – приоритетный на керунок деянности субъектов профилактики. У холодный час года он набывает еще большую актуальность. У морозные дни колькость пожаров у середням повеличивается удвоя. Назиральные комиссии не только звертают увагу на порушения, а и усталевываются в домах маломайомной категории насельництва, оповещальники. Приборы реагуют как на дым, так и на угарный газ. Перед началом отопительного сезона это нужно делать всем жильцам, прочистить дымоходы, посмотреть печь, оштукатурить, побелить. Почему думают, что побелка – это для того, чтобы красиво было? Нет, это для того, чтобы было видно трещина, потому что дым сразу виден, где черненькая сразу, а значит там трещина, значит надо смотреть и сделать термон данной печи. В случае, если в домовладениях выявляется нарушение, а граждане не в состоянии самостоятельно выполнить данные мероприятия или устранить, то нашими службами, а также субъектами профилактики назначаются лица, то есть то же самое Центр социального обслуживания направляет своих работников для того, чтобы оказать помощь, например, носить дров, опять же с доставкой дров тех же самых, выполнение каких-либо работ, то есть тот же самый печьный лист или оштукатурить печь. Белорусский металлургический завод признанный лучшим республици в сфере ожитивления экологической деятельности. Подтвержением тому стал диплом переможцы и золотый медаль у номинации «Социально отказный бренд». Узнагороды предприемства отримало у одним из самых престижных у Беларуси бизнес-конкурсов «Бренд Года». Отзначим, что на БМЗ наладжено рациональное обыходжение за отходами вытворчасти. Больше, как 80% их отправляются на дальнейшую перепрацовку, а маль 15% выкористовывается повторно. Открытый диалог с працующей молоддю пройшел на коментарне. На питание молодых специалистов отказали керовники предприемства, представники БРСМ и органов улады. Агольная тема гутарки – поддержка молодежи как залог поспехового развития краины. Замоцывание молодых кадров на первых працонных местах, заработная плата, макчимость карьерного росту, будовничество жилья. Отказы на свои питания отримали около 40 человек. Нагадаем, проект «Открытый диалог» является широкой дискуссийной пляцовкой, которая дала макчимость молодежи вздымать актуальные проблемы и задавать хвалючие питания простовникам органов улады, политикам, предпринимальникам и громадским деятчам. Сегодня открытый диалог пройдет на базе свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Удельниками сустречи стали молодые ученые, выкладчики ВНУ, аспиранты и студенты. Цель открытого диалога, чтобы он был действительно открытый, чтобы он помогал сегодня участникам, нашим людям, не где-то на кухнях или на форумах писать вот эти комментарии, догадываться о чем-то, предполагать, а чтобы получать непосредственно квалифицированные грамотные решения, ответы, становясь где-то более осведомленней. И, с другой стороны, спикеры, руководители, они же тоже общаясь, видят, о чем сегодня спрашивает население. Соответственно, вот это является определенными, в том числе, индикаторами для дальнейшей работы, на что нужно обратить большее внимание. Рейтинных специальностей для навучания беспрационных у 2016-м годе означалили оператор котельни, предпринимальник и продавец. Пиралик специальностей актуализуется зуликом потребностей у рынку працы. Усяго служба занятостей Беларуси у минулым годзе накеровала на профессийную подрыхтовку и пера подрыхтовку, каля 11 тысяч человек. При этом, боч за все подобных макчымастев продоставлено у Гомельской в области, амаль 2 тысячи. Кожный третий курсант накерованы на прав научанне по заявках наймальников с гарантой дальнейшего праца уладковання. Об повышении эффективности работы педагога-психолога у подзеговорка подчас круглого стола. Мероприемство отбудется сёння у ГДУ имя Франциска Скарыны. Сирот дудельников – простовники сферы эдукации, державных органов, прокуратуры, силовых ведомств. Яны обмеркуют пытанье подрыхтовки педагога-психолога, их роли у профилактицы правопорушения у сирот неполнолетних. Асаблевую увагу нададуть уплыву интернету и социальных сеток на психику дятей и подлетков. Жихар Светлагорска допомог правоохонникам затрымать злочинцу. За громадянскую свядомость он отрымал падяку от управления Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Криминальная история отбылась каля месяца тому. Поколь Жихарка рабочого посёлка Сосновый Бор находилась на праце у райцентры, з яе квартиры зникло золотое кольцо. Гэта была семейная реликвия, якую жанчыне передала яе мать. У момент крадяжу у квартиры находился сын, потерпелой разом со своей сяброукой и яе батькам. Поколь никто не бачил, мужчина присвоил чужую майомость. Адразу пасля гэтага у Светлагорска он паспробовал продать свою знаходку на чагуночным вокзале за 100 рублёв. У вынеку кольцо за 40 рублёв набыл мясцовый Жихар. Празник Алькедзён на адным з информацийных порталов он убачил поведомление об пропаже. Калі зразумел, што яго новая покупка полностью отповедая описанню, прайшоу да правахоуникау. Стоит отметить его гражданскую позицию, его гражданское мужество о том, что понимая, что компенсации денежной за приобретение похищенного имущества ему никто выплачивать не будет, законодательно это не предусмотрено. Он нашёл себе силы и сознательность явиться в органы уголовного преследования и передать его следствию. На наступном тыдне 15 лютого будет значаться 28-е годовина выводу советских войсков из Афганистана. Мероприемства, присвеченные этой памятной дате, распочнутся 13 и 14 лютого. Пройдут сустречи и приемы у дельников военных подей семья у загинувших. У вечера у авторок, у городским центры культуры, выступить российский ансамбль «Блакитные береты». День 15 лютого открытся областной поминальной акцией «Запались вечку памяти». У 11.00 у соборы святых Петра и Паула отбудется поминальная служба в память об загинувших при выконании интернационального долга у земляках. У 12.00 у храме Иверской иконы Божией Мати пройдет панихида, а про сгодину будут складены кветки до мемориала у Любинском микрорайоне. Там же отбудется и митинг. До речи про памятные мероприемства, а так сама деятельность Гомельской областной организации Беларуського союза ветеранов войны у Афганистане сёння подзе размова у программе «Деалог». Гостям студы станет старшиня организации Михаил Жукевич. Задать свои пытанни глядачы могут по номеру телефона промога эфира у Гомеле 77 68 45. Глядите «Деалог» на телеканале «Беларусь 4» сёння у 19.50 хвилин. Больш за 1700 экспонатов за минулые два годы попойнили музейные фонды Гомельского палаца Румянцевых и Паскевичаў. Многие предметы передадзены музею «Удар». Найбольш значные з їх можно убачыць на выставе новое поступленье. У экспозицию включили коляста самых цікавых и колоритных артефактов, а до археологичных знаходок до предметов сучасных мастацтва. Сирот їх – проектный чартёж чагунки 1901 года, настенные и кишэнные хадзінники, иконы, фотосдымки с сямейных архіваў. Великую каштоунасті гонор-музея працтавляя акварэльны малюнак мастака Эмиле Лазе, створанэ ў 1927 годе. Мы читали в письменных источніках о том, что каменная баба была за камеюком, но как она выглядела, мы не знали. И, конечно же, когда этот рисунок, наш сотрудник Юра Панков нашёл на одном из сайтов, как выставленный Дрезденской галереей Эхимил на аукцион, мы, конечно, все загорелись желанием ёё приобрести. Але большую участку прадмета у фонду принесли удар звычайные люди. Причым не толькі хромадзяне Беларусі, але и гості сусідніх країн. Всё лето фонд музея пополнили каля 200 артефакта ў гісторы і мастацтва. Выглядели информацийный выпуск телерады у кампании «Гомель» у студы працавала Наталья Игнаценка. Мы жадаем самага добраха. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин